Я помню чудные мгновенья, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Волонтёр Евгения Костина поёт с детства. В основном русские народные песни. Поэтому, когда пошла работать волонтёром, выбрала направление культура. Приобщает самарцев к прекрасному. Александра Сергеевича Пушкина считает одним из величайших поэтов мирового уровня. И с удовольствием спела песню на его стихи во время онлайн-трансляции в интернете, которую организовали самарские волонтёры в честь дня рождения великого русского поэта. Его можно принимать, можно не принимать, но отрицать его величие, его роль в нашем мире и в культуре, я думаю, что не стоит. Волонтёры задумывали провести пушкинские чтения в день рождения поэта 6 июня рядом с его памятником в сквере, носящем его имя. Но дождь изменил планы. И декламировать произведения Александра Сергеевича пришлось в молодёжном центре. Сверхзадача волонтёров культуры – это популяризация творчества, это в первую очередь. Сверхзадача волонтёров культуры – это сохранение культурного наследия России. И непосредственно сегодняшний праздник очень важен для нас, потому что мы хотим сохранять Россию, наш язык. Стихи русского гения звучали в этот день и для ветеранов. Их читали волонтёры, которые отвозили пакеты с продуктами и лекарствами. Сегодня мы поздравили с этим праздником Марию Михайловну. Она сама актриса, поэтесса, она ведёт очень творческую жизнь, любит читать стихи, поэтому мы с нашим штабом решили поздравить с Днём русского языка и прочитать ей стих. День рождения Александра Сергеевича Пушкина совпадает с Днём русского языка, поэтому во время пушкинских чтений, которые прошли по всей стране, можно было творчеством великого поэта не ограничиваться и прочесть любые стихи. Сергей Кезоркин, Максим Гусев, События.